Когда-то звучало на исполкоме, я не помню уже кто говорил, о том, что давайте электротранс вообще сделаем по социальным транспорту. И пусть это будет, ну не 80 будет, а 100 миллионов с бюджета, но зато не будет от головы боли. То есть мы что делаем, да? Мы увеличиваем на 5 гривен билет и получаем от этого 20 миллионов в год. Мы увеличим вот эти 80, примерно, ну это будет 140 миллионов, да? Потому что компенсации бюджета больше, да? Что мы делаем? Мы увеличим билеты, которые продали, грубо говоря, из 120 человек, а 80 – это льготники. Увеличим, соответственно, с бюджета с 80 до 140. Так зачем? Давайте сразу для нас примем решение, ну вы примем, принимайте решение. Давайте это сделаем социально, бесплатный транспорт. Пусть себе люди ездят трамвай, и будет электротранс весело получать, Евтушенко, там 140 миллионов в бюджет, и голова не болит. Все. Если почитать закон про мельский электричный транспорт, то там написано, что договор должен заключаться не на количество пассажиров перевезенных, а на количество транспортной работы. То есть на количество километров, которые мы закажем им, и они выполняют. Возят людей, не возят людей. Вот. И тогда стоимость километра, количество километров, которые мы закажем, количество маршрутов, умножаем одно на другое, контролируем под GPS, проехали они это какие-то километры или нет, если нет, наказали, если им ГАПа оширили. И тогда мы определяем, условно говоря, 150 миллионов на содержание электротранса. У электротрансу ставим задачи, что они должны сделать, какие инвестиционные проекты, какие переезды отремонтировать, т-т-т-т-т-т-т-т. И их задача только возить людей. Второй процесс связан со сбором денег. Вот здесь можно их собирать, а можно и не собирать. Но я бы им это даже не поручал. То есть, а вот процедура первая, о которой я говорил, она полностью предусмотрена законом. Так? Именно так. И мы сегодня нарушаем закон. Фактически у нас есть договор, где мы заказали им транспортную работу, но не стоит стоимость километра и нет суммы и того, которую мы должны им заплатить. Они живут на подачках. Я Екатюшенко понимаю, я Лисовского понимаю. Они постоянно в долгах, как в Шертуках, потому что мы не даем то, что обязаны дать. Уважаемый депутат, как я сказал, что это то, о чем я говорю, целый год. Нам надо выбрать социально важное предприятие города Николаево и сосредоточиться на внимании на них. Это всего остального. Ну, еще раз повторяю, овощная база приносит кучу убытков городу Николаево. Просто избавить. Известно на дороге. Пусть создаются рабочие места, пусть платят налоги в бюджет. Просто разблокировать, оставить предприятия, которые социально важны и точка.